привет друзья мега интересные шахматы нам показывают в эти дни я имею ввиду то что происходит в бельцах те выборы казалось бы ну что что там такого может быть но вот приковано к ним внимание уже две недели вся страна обсуждает много споров много баталий и знаете реально очень интересно вот разглядывать это все именно как вот такую сложную шахматную игру то есть становится просто ну чрезвычайно интересно такое ощущение знаете вот иногда бывает кто из вас пробовал играть против компьютера на каких-то продвинутых уровнях вы когда играете иногда вы не понимаете почему компьютер сделал именно такой ход но потом через несколько шагов вам становится понятно и я не знаю это осознанно так происходит вот так было задумано или просто так случайно такое тоже может быть но игра мега интересная ситуация на данный момент такова значит мы все сами помним что марина таубер которая была лидером гонки по итогам первого тура она была снята дисквалифицирована цик нашел нарушение она вела свою агитацию с перерасходом средств и не декларировала это ну в общем как и как это было принято у нас некоторые партии долгие годы привыкли побеждать баблом и раньше это считалось такая на эти как договорняк не все знали но никто не возмущался потому что все большие партии так играли на этот раз вот кому-то решили дать по рукам это оказалось партия шор ее лидер лидера гонки от этой партии марина таубер сняли значит после нее шел григоришин и маркоч григоришин независимый и маркоч представитель правящей партии пас действие солидарность и вот сегодня еще утром говорили что эти два человека выходят в финал между ними будет борьба которая была перенесена на 19 декабря потому что выборы должны были в это воскресенье состоятся то есть вчера но их отменили и решили провести чуть позже и вот уже все как бы было решено григоришин маркоч и тут тоже навелось только конспирологические теории а ну вот вот для этого для этого сняли таубер потому что тогда григоришина тоже потом снимут и победит маркоч от пас и пас получит под управление бельцы но следующая последняя новость уже было сегодня после обеда маркоч от пас решил сняться и в итоге что мы что у нас остается остается григоришин и представитель социалистов мистеровский эти два лидера будут бороться за эти два кандидата будут бороться за пост мэра бельц помимо тех моментов о которых я говорил в прошлых передачах некоторые интересные моменты связанные с этими выборами открываются новые обстоятельства вот давайте разберем эти ходы этого дебюта гамбита что у нас здесь есть во первых почему нет протестов многие задаются вопросами ведь шоровцы нас пугали у нас я имею ввиду общество что типа мы сотрясем молдову все завтра выйдем все тут массовые протесты вы еще увидите что мы можем протестов нет в воскресенье был такой жиденький там протест перед циком субботу был тоже жиденький протест перед судом в общем то ничего не происходит там какие-то пару десятков человек что такое где протесты где сотни тысяч марширующих бабушек требующих марину на власть и здесь мы возвращаемся к той теории который озвучил в одной из прошлых передач дело в том что в пятницу состоялся высший совет без безопасности при президенте что было на том совете мы знаем только тему обсуждалась концессия аэропорта как его забрать обратно у тех кто им владеет ну мы знаем что владеет им шор и аффилированные к нему компании и все никакой информации ничего что решил этот совет не не какие шаги будут предприняты дальше молчок но возможно именно этот совет безопасности и тему которую они обсуждали стало сигналом для шора успокойся и он успокоился протестов мы не видим но это это найти как эта теория может быть не может нет я сужу только по некоторым внешним критериям у меня в данном случае нет никакого инсайда поэтому может быть это правда ну посмотрим то есть если до конца недели никаких протестов не будет это значит что да возможно с большой вероятностью именно этот совет безопасности именно то что у шора хотят забрать аэропорт дала ему такой сигнал успокоиться второй момент дело в том что я так полагаю что самой таубер эта ситуация очень нравится конечно она это не признает под пытками то что она довольна такому развитию ситуации но давайте рассуждать логично чтобы она получила если стала мэром бельц она получила быть депрессивный город в котором куча проблем в которой надо вкладывать просто не существующие в молдове деньги для того чтобы его привести в норму это невозможно мэр соответственно будет терять свой политический имидж короче огребет кучу проблем плюс потеряет возможность жить своей привычной жизнью в кишиневе потеряет депутатское кресло в парламенте то сегодня она выходит в парламенте критикует всех направо и налево она вот такой молодец борец за счастье народа она ни за что не отвечали она может плевать в кого угодно там в бельцах уже так не получится там надо отвечать конкретно перед людьми где тротуар где освещение где уборка где исправление вот эти вот незаконных застроек это уже сложная работа за которую могут прилетать серьезные оплеухи критики поэтому конечно ей это было в общем то совершенно не нужно и поэтому я думаю сейчас она сидит и где-то втихаря чтобы илон мирович не заметил очень радуется такой ситуации шору с другой стороны конечно это очень невыгодно потому что он вложил большие бабки в эти выборы он хотел иметь свой плацдарм своей партии на севере оттуда уже как бы распространять свое влияние они там кстати и так очень мощно работают но он хотел еще иметь такую знаете базу откуда можно было идти еще дальше и это бы гарантировал ему на следующих парламентских выборах более серьезный результат для партии поэтому конечно он наверное менее всех доволен в этой ситуации потому что его в общем-то кинули лишив таубер возможности победить на этих выборах хотя если мы вспоминаем ситуацию с аэропортом и с высшим советом безопасности может быть он не настолько недоволен как может показаться на первый взгляд но с другой стороны шор в чем-то и выиграл в чем он выиграл странными социалистам социалистов и всего их медиа спецназа которые в эти дни истерит и кричит что надо спасти эту прекрасную партию этого лидера оппозиции марина таубер сейчас шор как бы становится по сути председателем главной оппозиционной партии потому что социалисты просто слились перед ним они сказали что теперь все теперь это наши лидеры лидеры оппозиции мы должны собраться и шоровцы чувствуя куда дует ветер они уже сегодня в парламенте заявили что обратились ко всем здоровым силам объединиться вокруг них для борьбы создать фронт национального спасения что это значит это значит что все кто подпишется под этот фронт автоматически признают эту партию абсолютно чисто легитимный соответственно и их лидера больше они никогда не посмеют пикнуть что давайте шора в тюрьму давайте пусть ответит за миллиард какой ответит он лидер оппозиции он просто спаситель нации фронт национального спасения поэтому для этого все это было затеяные социалисты либо по глупости либо взамен каких-то интересов они подыграли этой игры этой игре и сегодня у нас слева абсолютно четко есть партия лидер это партия шор социалисты на этом фоне конечно просто посыпались ну шор повторяю но там очень рад потому что он уже не беглец от уголовного преследования по делу миллиарда он лидер молдавской оппозиции если социалисты и дальше будут играть эту игру вестись на это то конечно это будет конец их партии потому что зачем тогда социалисты если есть партия шор там в центре уже давно готовится новый лево центристский проект который тоже будет бегать в кремль регулярно но уже тайна в отличие от додона за указаниями и слева будет шор для социалистов место просто не остается ну они это сами выбрали это их выбор и это может случиться то есть они могут продолжить эту игру потому что дело там тут надо понимать что происходит внутри партии социалистов додону очень нужны деньги потому что москва его уже несколько месяцев держит на голодном пайке а это значит что ему надо попросить у илона мироныча торг по и понятен и он мироныч у нас партия у нас есть ячейки в районах у нас активисты у нас огромный медиахолдинг все это к вашим ногам пожалуйста пользуйтесь работайте добивайтесь результатов но это стоит немножко стоит то есть понятно что если шор даст деньги эти додону додон 90 процентов положить в карман ну а на 10 процентов сымитирует бурную деятельность как он это умел все эти годы делать и в общем-то суть в этом ну а на интересы партии в общем-то всегда ложил поэтому то что после после этой комбины от социалистов ничего не останется кому это интересно от партии не останется в кармане останется вы в кармане удобней снятие маркача разрушила не только бред не этих псевдо экспертов которые все эти дни истерили и говорили что но это это же смотрите сейчас как все хитро сейчас они сняли таубер сейчас они уберут григоришна там буду сиба компроматом то ли о навертели вот так вот своего этого традиционного бреда и подталкивали к тому что победит маркач представитель пас и они будут управлять городом но повторяю что сейчас это стало дилеммой для социалистов то есть бред не медиами бред не их экспертов это все как бы отдельная история но на кону стоит будущее партии и дилемма деньги от шора либо будущее партии это то что может стать камнем преткновения потому что с одной стороны есть додон который хочет взять деньги у шора и сделать то чем сказал ранее а с другой стороны есть социалисты которые хотят победить в бельцах и эти два ком два варианта не сочетаются почему потому что если идти дальше на выборы значит надо признать что выбор легитимный что то обе сняли правильность надо кинуть шора так говоря вот совсем простым языком и социалисты которые хотят победить в бельцах которые верят в этот шанс они готовы шором никто но есть додон который не хочет кидать илана мироновича он хочет с ним все порешать очень красиво и очень финансово и он не хочет признания того что эти выборы сейчас будут легитимными кто победит в партии победит желание остальных социалистов побороться за бельцы или победить желание побороться за деньги шора пока не знаю но с другой стороны социалисты потеряют в любом случае потому что им придется либо поссориться шором либо попытаться разрушить эту череду провалов на выборах потому что мы помним что они проиграли президентские выборы они проиграли парламентские выборы и они сейчас страшно проиграли в бельцах в первом туре то есть их кандидат проиграл даже пасовцу что просто невероятно немыслимо в бельцах пророссийском городе кандидат социалистов проиграл пасовцу но теперь пасовца нет таубер нет у социалистов появляется шансик но если они проиграют это конечно будет для них просто просто вот знаете как последний гвоздь забитый в гроб этой партии то есть ситуация складывается чрезвычайно интересные кто бы мог подумать вот еще три три недели назад когда мы вот так вскользь касались выборов в бельц в провинции пройдут выборы ну что там победят эти или победят те какая разница но вы видите что то есть уровень проблемы вырос на уровень всей страны и сейчас там задействованы все силы это реально это стало очень интересно я вам сразу скажу что сейчас в эти дни уже да уже вот сейчас от момента когда снялся представитель пас тут же пошли экспертные мнения но говорю вам сразу и абсолютно серьезно это полный булшит потому что никакой эксперт вам сегодня ничего достоверно не скажет кто победит можно предполагать на основании каких-то данных но дело в том что даже и данных нет потому что никаких опросов просто не могло быть потому что еще пару часов назад никто не знал что сложится такая ситуация может быть кто-то знал очень узкий круг лиц но эти фирмы которые проводятся вопроса они этого не знали поэтому сейчас за пару дней вряд ли да я думаю что социалисты вытащатся из какого-то заднего кармана соцопрос они это умеют делать быстренько его нарисуют но достоверность там будет нулевая конечно конечно в том что запросе с отрывом победит их кандидат как всегда с отрывом побеждал дадон победил мою санду согласно и сусу соцопросом социалисты согласно соцопросом летом победили на парламентских выборах сейчас победит конечно их представитель в бельцах но повторяю это вообще даже обсуждать нет смысла поэтому мы будем смотреть что вот в эти три дня остающиеся там до конца недели будет происходить вторник среда четверг в пятницу я наверное вернусь к этой теме потому что уже к тому моменту может быть будет видно кто как играет здесь будет очень важно как сыграет шор то есть если социалисты его кинут и признают эти выборы легитимные захочет ли он наступить себе на горло своей песней поддержать их потому что без его поддержки без команды фас бабушкам у социалистов шансов нет захочет он то ли нет пока непонятно как сложится голоса тех кто вот был в первом туре то есть я много раз об этом говорил в политологии 2 плюс 2 никогда не равняется 4 там может быть 5 может быть 10 может быть ноль вот мы это все соберем и к пятнице попытаемся проанализировать что же там будет происходить на выбор которые будут через неделю после этого то есть уже будет к этому какая-то информация посмотрим для этого подписываемся на канал всем доброго пока